И даже если нет сил Всем привет! Я летчик-космонавт Александр Мисуркин. И это наш 91-й выпуск совместного проекта с Музеем космонавтики в Москве «Космос не ждет». Сегодня в нашем выпуске запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Starship, выход российских космонавтов в открытый космос, миссия межпланетной станции JUICE по исследованию спутников Юпитера и многое другое. Хотите узнать больше? Поехали! В Музее космонавтики открылась новая выставка «Модель для сборки». Это главная выставка года, собравшая в себе предметы, которые поступили в музей с 2017 по текущий год. Это попытка публичного высказывания о непубличной стороне деятельности музея. На выставке представлено 455 экспонатов, среди которых подлинные образцы космической техники, макеты, созданные в единственном экземпляре, уникальные документы и фотографии по истории космонавтики. Например, вы увидите макеты лунных баз, созданные в середине 60-х годов прошлого века. Они проектировались по принципу строительства антарктических станций с учетом особенностей условий на Луне. Это экспериментальные разработки, которые по-настоящему опередили свое время. Приглашаю вас посетить выставку «Музей космонавтики. Модель для сборки». Она будет открыта до 3 сентября 2023 года. А теперь о космических новостях за прошедшие две недели. И начнем, пожалуй, с главной новости года. Компания SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету-носитель Starship в полной конфигурации. Но полет, увы, окончился неудачей. Ракета взорвалась спустя 4 минуты после старта. Первая ступень и корабль Starship оторвались от стартового стола и взлетели со стартовой площадки Starbase. Однако три двигателя Raptor первой ступени из 33-х после старта не заработали. Затем время от времени выключались еще два. Ракета успешно прошла точку максимальной динамической нагрузки в полете. А спустя 2 минуты 49 секунд должно было произойти разделение ступеней. Однако этого не произошло. И Starship на четвертой минуте полета, вращаясь в воздухе и достигнув максимальной высоты 39 километров, взорвался. Следующий пуск Starship состоится в ближайшие несколько месяцев. Ждем. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин выполнили выход в открытый космос длительностью 7 часов 55 минут. Мужики, молодцы! Сперва они подготовили дополнительный радиационный теплообменник на модуле «Рассвет» к переносу на науку. И это наша вторая новость. После подготовки радиатора они провели наблюдение за переносом его дистанционным манипулятором «Ера», которым управлял Андрей Федяев с пульта внутри модуля «Наука». После чего Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин установили адаптер на шлюзовой камере, которая пока находится на модуле «Рассвет», чтобы в следующий раз перенести манипулятором и ее на штатное место на модуль «Наука». Затем ребята переместились на сам модуль «Наука» и продолжили заниматься радиатором, обеспечив его механическую, гидравлическую и электрическую стыковку к модулю. Молодцы! Скажу только, что сам радиатор нужен для рассеяния излишков тепла и энергии при использовании многоцелевого лабораторного модуля «Наука» на полную катушку. Состоялся успешный пуск ракеты «Ориан-5» с межпланетной станции «Джуз». Она отправилась исследовать спутники Юпитера и должна не только определить их свойства и строения, но и подтвердить наличие подповерхностных водных океанов на спутниках. Новость номер три. Основными научными целями стали Европа, Ганимед и Калиста. Аппарат займется изучением их внутренней структуры, гравитационного поля, состава и морфологии поверхности, состава экзосферы, структуры магнитного поля, а также определит наличие и свойства подповерхностных глобальных океанов из жидкой воды, которые могут быть потенциально обитаемы. До 2029 года станция совершит пять гравитационных маневров у Земли, Луны и Венеры и летом 2031 года прибудет к Юпитеру. Научная программа станции рассчитана до сентября 1935 года и предполагает 35 сближений со спутниками, а также выход на орбиту вокруг Ганимеда. Частная компания Relativity Space решила отказаться от использования легкой ракеты Тиран-1, которая успела совершить всего один полет. Вместо этого компания займется разработкой тяжелой многоразовой ракеты Тиран-Р, на которую переведет все контракты. Переходим к новости номер 4. Тиран-1 — это сверхлегкая двухступенчатая ракета-носитель, использующая топливную пару, жидкий кислород и жидкий метан, позволяющая выводить до полутора тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Ее особенностью стало широкое использование при ее создании аддитивных технологий. 90% сухой массы представляют напечатанные на 3D-принтере металлические элементы. Тиран-Р, пуск которой запланирован на 2026 год, теперь позиционируется как тяжелая ракета, которая сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 23 тонн полезной нагрузки в многоразовом варианте или 33 тонны в одноразовой конфигурации. Количество двигателей ИОН-1 на первой ступени будет увеличено с 7 до 13. На второй ступени установят модернизированную версию ИОН-1 для работы в вакууме. Марсоход Curiosity, который работает на Марсе с какого? Правильно, с 2012 года. Получил самое крупное за 7 лет обновление программного обеспечения. Оно позволит легче и эффективнее управлять движением ровера и его манипулятором. И это наша пятая новость на сегодня. В частности, обновление ПО замедлит износ алюминиевых колес, которые уже имеют ряд повреждений за счет уменьшения времени рулевого управления. Кроме того, обновление поможет быстрее обрабатывать навигационные изображения от разных сегментов ровера во время автономного передвижения. Обновление также упростит составление планов команд для движения марсохода, позволит быстрее загружать патчи для исправления ошибок, улучшить обмен данными с Землей и поможет эффективнее управлять роботизированным манипулятором. Два американских астронавта могут высадиться на поверхность Луны уже в конце 25-го или начале 26-го года в рамках миссии «Артемис-3». Об этом заявил глава НАСА Билл Нельсон на слушаниях в Комитете по сигнованиям Палаты представителей Конгресса США. Переходим к шестой новости. Астронавты состыкуются с посадочным модулем SpaceX и двое из четырех человек высадятся для шестидневной миссии на поверхности. В ходе этой высадки на поверхность Луны может впервые ступить женщина-астронавт. Нельсон напомнил, что НАСА недавно объявила имена экипажа миссии «Артемис-2». В ее состав вошли американские астронавты Кристина Кук, Виктор Гловер и Рид Уайзман, а также канадец Джереми Хэнсон, который очень-очень долго ждет своего первого полета, с чем мы его наконец-то и можем поздравить. По планам НАСА они совершат полет вокруг Луны в ноябре 2024 года, после чего около года уйдет на подготовку миссии «Артемис-3». Завершаем наш сегодняшний дайджест новостью из Поднебесной. Китай успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования «Фэнь-Юнь-3G», который будет использоваться для измерения количества выпадающих атмосферных осадков. Запуск был осуществлен при помощи ракеты «Чанчжэн-4Би» с космодрома Цзюцюань. «Фэнь-Юнь» — это космические аппараты, которые круглосуточно отслеживают неблагоприятные погодные явления, в том числе следят за возникновением песчаных бурь. Они также позволяют собирать данные для оценки качества воздуха. На орбите уже находится 8 китайских спутников этого типа, которые представляют услуги для более чем 126 стран и регионов. Как видите, друзья, космоса в нашей жизни становится все больше и больше. Смотрите, вдохновляйтесь и делайте лучше. С вами был летчик-космонавт Александр Мисуркин. До встречи. Космос не ждет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова